МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В предыдущих выпусках мы говорили о переходе имущества через процедуру наследства. Это большей частью относится к родственникам. Но есть и другие варианты, особенно для тех, кто не состоит в родственных отношениях. Это договоры пожизненного содержания и наследственный договор. Сегодня нашей темой будет договор пожизненного содержания ухода. По договору пожизненного содержания одна сторона, отчуждатель, передает второй стороне приобретателю в собственность. Жилой дом, квартиру или ее часть, другое недвижимое имущество или движимое имущество. Взамен приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя пожизненным содержанием или уходом, или тем, или другим вместе. Особенность этого договора в том, что право собственности на имущество переходит к приобретателю еще при жизни отчуждателя. При этом у отчуждателя есть право пожизненно пользоваться этим имуществом. Но до его смерти никакие действия, дарения, продажа или передача в залог невозможны. Нотариус накладывает на имущество обременение или простым языком запрещение. Дельный совет для приобретателя. Максимально фиксируйте свои материальные расходы в процессе выполнения обязательств по договору. Собирайте чеки, расписки, квитанции. Одним словом, все, что сможет доказать ваше добросовестное исполнение договора. Немного истории. Корни возникновения этого договора идут из Средневековья. Тогда процентные займы или расставщичество клеймилось церковью. И деловые люди и придумали договор Риенты, который стал родоначальником договора пожизненного содержания. В 19 веке он законодательно появился во Франции, Германии, а в начале 20 века он появился и в Российской империи. В советскую эпоху заключение договора пожизненного содержания стало возможным в 1963 году с принятием Гражданского кодекса УССР. Тогда он существенно ограничивал круг отчуждателей и перечень имущества. Новую правовую природу договор приобрел с введением действия Гражданского кодекса Украины с 1 января 2004 года. Кто же может заключить договор пожизненного содержания? Об этом через несколько секунд. Отчуждателем может быть физическое лицо независимо от его возраста, а приобретателем только совершеннолетнее, деспособное физическое лицо или юридическое лицо. Приобретателями могут быть и несколько лиц, которые становятся совладельцами имущества, переданного им по этому договору, а их обязанность перед отчуждателем будет солидарной. Договор может быть заключен и в пользу третьего лица. К примеру, дочь является собственником квартиры, в которой проживает ее мать. Дочь живет в другом месте. Дочь решила заключить договор пожизненного содержания с неким человеком, который обязуется пожизненно содержать и осуществлять уход за ее матерью. Взамен этого он получает собственность от дочери квартиру, где проживает мать. Согласитесь, что во многих житейских ситуациях договор пожизненного содержания – это оптимальный выход и решение проблемы людей, за которыми по тем или иным причинам требуется уход и содержание. Какие имеются риски в рамках этого договора? Первое – случайное уничтожение или повреждение имущества. С правом собственности на имущество к приобретателю переходит и риск уничтожения и повреждения этого имущества. В этом случае приобретатель не освобождается от обязанностей по договору и обязан дальше содержать отчуждателя даже в случае полной потери имущества. Если приобретатель не может по уважительной причине выполнять свои обязательства, то они с согласия отчуждателя могут перейти к членам семьи приобретателя или перейти к иным лицам. При неполучении такого согласия спор решается в судебном порядке. Второй риск – это замена имущества. Бывают и такие ситуации, когда имущество, переданное по договору, может быть заменено другим имуществом отчуждателя. Объем обязанностей при этом может быть изменен. К примеру, по договору отчуждатель передал квартиру, но через какое-то время он получил в наследство жилой дом. Желая продать квартиру, отчуждатель может предложить получателю произвести замену предмета договора с квартиры на жилой дом. Третий риск – если приобретатель оказался мошенником, а предметом договора является жилье, то появляется риск оказаться на улице. В такой ситуации нужно быстро обращаться в суд за расторжением договора, но на это уйдет достаточно большое время. Расторжение договора. При обоемном согласии это происходит у нотариуса. Отчуждателю возвращаются его имущества, но он должен полностью или частично компенсировать приобретателю расходы, которые тот понес за все время действия договора. И если же приобретатель не исполняет свои обязанности и не хочет расторгать договор, то отчуждатель может расторгнуть договор в судебном порядке. У приобретателя право расторгнуть договор в суде есть только в одном случае, когда он не может выполнить свои обязательства по причинам от него независящим. Тогда суд может оставить за ним право собственности на часть имущества с учетом продолжительности выполнения своих договорных обязанностей. Смерть отчуждателя прекращает договор пожизненного содержания. А вот в случае смерти приобретателя обязанности по договору пожизненного содержания переходят к его наследникам. Они продолжают содержать отчуждателя на тех же условиях, которые прописаны в договоре. И только в случае отсутствия наследников приобретателя или их отказа от принятия этого имущества договор пожизненного содержания автоматически прекращается. Тогда к отчуждателю возвращается его имущество. И несколько снов в финале. Договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариус накладывает запрещение на отчуждение имущества и регистрирует право собственности за приобретателем, если это недвижимость. На этом вкратце все. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин